В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Прощай, студенческая жизнь. Дипломы о высшем образовании получили выпускники Саровского физико-технического института. Лучший руководитель года, директор Центра поддержки предпринимательства Евгения Калачева получила почетный диплом Законодательного собрания за победу в региональном конкурсе. Больше браков и меньше разводов Саровский ЗАГС подвел предварительные итоги работы. Далее расскажем обо всем подробно. Лекции, зачеты, экзамены, защита курсовых и дипломных работ. Для выпускников Сарфы ТИ эти счастливые, порой волнительные моменты остались в прошлом. С окончанием университета будущих специалистов поздравил преподавательский коллектив института, представители ВНИЕФ и администрации города. 114 магистров закончили в этом году Сарфы ТИ и НИАУ МИФИ. 65 из них с красным дипломом. По традиции, большинство выпускников нашего вуза пойдет на работу во ВНИЕФ. Сарфы ТИ и НИАУ МИФИ – базовый вуз Российского федерального ядерного центра. Уже с третьего курса студенты проходят практику во ВНИЕФ и, устраиваясь на работу, уже четко представляют задачи, которые перед ними будут стоять. Это наш социальный пакет. Он был, есть, он остается самым большим в нашей отрасли. И народ, который к нам приезжает, до сих пор освещается всем, что у нас есть. Начиная от этого замечательного зала, у нас есть спортивный комплекс, у нас есть культурный комплекс. Выпускники Сарфы ТИ получат диплом НИАУ МИФИ. В июне вышел рейтинг университетов, где МИФИ занял вторую строчку, уступив лишь МГУ. По последнему международному рейтингу НИАУ МИФИ вышел в Алмазную лигу в топ-100 вузов мира. Сарфы ТИ держит высокую планку, заданную главным вузом. Среди преподавателей и руководителей кафедр нашего института – члены корреспондента, доктора и кандидаты наук, ведущие ученые с мировым именем. Я бы хотела пожелать успехов. Я очень надеюсь, что тех знаний, которые вы получили в нашем вузе, будет достаточно, чтобы самореализоваться и чтобы исполнить свои планы. Учеба в Сарфы ТИ – это не только лекции, практика и семинары. Хотя в научной сфере успехи у выпускников впечатляющие. Для студентов в институте множество возможностей для самореализации. Это и форумы, конференции, олимпиады, участие в стройотрядах. Выезды на спортивные соревнования, поездки, мероприятия совместно с городской общественностью. На выпускном студенты прощались не только с преподавателями и одногруппниками. Они говорили «до свидания» беззаботной студенческой жизни, с большой теплотой, вспоминая проведенные в Сарфы ТИ годы. Отдельное спасибо Юрию Валентиновичу Батькову за то, что направил нас на практику, за то, что руководил нами все эти годы. И также Королеву Марине Вячеславовне. Отдельное спасибо. Хочется абитуриентам пожелать успехов. Твердо ставьте цели и уверены к ним идите. Большие возможности, трудоустройство и самое главное это опыт работы будет уже начиная с третьего курса. Не каждый выпускник этим похвастается. У нас уже как бы есть три года, мне кажется, это самое важное при устройстве на работу. Говорить, что ты уже что-то освоил, с чем-то ты поработал, какие-то статьи у тебя есть. Помимо дипломов, самые активные выпускники получали памятные медали за достижения в общественной жизни, спорте, научной работе и учебе. Еще одно приятное событие произошло в Сарфы ТИ незадолго до выпускного. Руководителю нашего института Анне Сироткиной на ученом совете НИЯУМИФИ вручили медаль за вклад в реализацию государственной политики в области образования. Анна Геннадьевна в числе первых обладателей этой награды. Ее учредили только в 2021 году. Это ведомственные награды Министерства науки и высшего образования РФ. Эта награда присуждается за достижения в области образования. Ну, конечно, ни для кого не секрет, что награда руководителю – это обычно высокая оценка коллективу. В данном случае коллективы Саровского физико-технического института. И нам есть чем похвастаться. Ну, во-первых, это сданное в эксплуатации в 2021 году общежитие на 330 человек. И сегодня все наши иногородние студенты обеспечены жильем. Во-вторых, это высокий средний балл. Один из самых высоких средотехнических вузов Нижегородской области. Ну и самое главное – это интеграция с Российским федеральным ядерным центром ВНИЭФ, базовым вузом которого мы являемся. Мы поздравляем Анну Геннадьевну и весь коллектив вуза с заслуженной наградой. В некоторых домах города 21 июля отключат электроснабжение, сообщает МУП-центр ЖКХ. Так, с 8 до 14 часов света не будет в домах на улице Александровича 39, Духова 12, Куйбышева 32 и 36 и Шевченко 35 и 37. Другая важная информация в подборке коротких новостей. На портале Госуслуг появился сервис для невыездных должников, который позволяет мгновенно получить сведения об ограничении выезда за пределы страны. Расширенную информацию о принятых судебным приставам мерах можно получить в сервисе «Ход исполнительного производства». Сервисы также позволяют погасить долг. В Федеральной службе судебных приставов подчеркивают, что новый сервис создан совместно с Минцифрой. В Сарове планируют провести муниципальный этап фестиваля ГТО среди семейных команд. Принять участие могут все желающие. В составе каждой команды должно быть 4 человека. Ребенок 9-12 лет, 2-я и 3-я ступени комплекса ГТО. Мать и отец 25-49 лет, 6-я и 8-я ступени комплекса ГТО. Бабушка и дедушка 50-69 лет, 9-я и 10-я ступени комплекса ГТО. Участники должны быть зарегистрированы и иметь уникальные идентификационные номера на сайте ВФСК ГТО и медицинский допуск к выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО. Предварительные командные заявки без медицинского допуска на участие в фестивале принимают на электронную почту ГТО.СОРОВ, нижнее подчеркивание, спортсобакамэл.ру до 20 июля. Лучший руководитель года, директор Центра поддержки предпринимательства Евгения Калачева получила почетный диплом законодательного собрания за победу в региональном конкурсе. Комиссия оценивала текущую деятельность и реализуемые проекты, разнообразие предоставляемых услуг, активность коллектива и взаимодействие в команде, а также перспективы и планы на будущее. Лучший предприниматель СОРОВА – конференции поставщиков, вкусно-фест, семинары для предпринимателей, различные акселераторы. Это лишь малая часть проектов, которые реализует в нашем городе Центр поддержки предпринимательства. ЦПП всегда призывает предпринимателей участвовать в конкурсах и проектах и сами не остаются в стороне. В этом году директор Центра Евгения Калачева участвовала в конкурсе на лучшего руководителя и стала победителем. Впрочем, Евгения Викторовна подчеркивает, что это не ее личная победа, а достижение всего коллектива. Награждение состоялось в законодательном собрании в Кремле в Нижнем Новгороде. Награда подписана Евгением Борисовичем Люлиным, что очень ценно. Это уже не первая наша награда, которую мы получаем, участвуя в различных конкурсах. Но вот такого уровня награды у нас пока еще не было. Конкурсная комиссия оценивала текущую деятельность организации, реализуемые проекты, планы на будущее. Особое внимание уделяли взаимоотношению в коллективе, оценивали командную работу. Как отметила Евгения Калачева, среди руководителей было много женщин. Представительницы прекрасного пола реализуют себя в различных сферах и добиваются выдающихся результатов. Когда мы были на вручении, там был и бизнес, была и социальная сфера. Достаточно много объектов в социальной сфере было награждено. Выходили женщины-руководители промышленных предприятий. Вот сейчас очень приятно смотреть. Ну, конечно, и мужчины получали эти награды. Еще раз повторюсь, это достижение всей нашей команды. Это наша общая работа, наши проекты. Секрет успеха еще и в тесной коллаборации с другими ведомствами и организациями. Наш ЦПП активно взаимодействует с другими центрами поддержки предпринимательства в регионе, правительством области, администрацией Сарова, ассоциацией промышленников и предпринимателей. Благодаря совместным усилиям рождаются новые идеи и проекты, благодаря которым бизнес-сообщество в нашем городе развивается. Мы говорили в нашем эссе о планах и по формированию женского бизнес-сообщества, о планах по развитию социальной сферы. Пока не буду говорить, но у нас уже на август запланировано тоже грандиозное такое событие, об объединении с другими, от взаимодействиями с другими центрами поддержки предпринимательства. Не просто для того, чтобы нам пообщаться, а для того, чтобы наши предприниматели смогли установить устойчивые какие-то связи, договоренности, заключить договора. Мы поздравляем Евгению Калачеву и ее коллектив с заслуженной наградой. Желаем новых побед и достижений. Все медицинские сервисы соберут на одной цифровой платформе, рассказал заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев. Платформа объединит пациентов, медработников и профильные ведомства на всех уровнях – муниципальном, региональном и федеральном. Это позволит перевести в электронный вид некоторые услуги здравоохранения. Например, людям не придется лишний раз ходить за медицинскими справками и выписками. Все их можно будет запросить удаленно с помощью цифровых сервисов. Поскольку создаются эти документы изначально в цифровом, а не бумажном виде. Сделанный один раз анализ будет доступен в электронном виде при обращении пациента в любую медицинскую организацию. По словам Павла Пугачева, у медорганизаций, врачей и пациентов появятся цифровые двойники. Открытость и полнота данных будут способствовать улучшению качества медицинских услуг. Внутренние процессы сферы здравоохранения оптимизируют и за счет этого ускорится создание и внедрение новых цифровых сервисов для граждан. В отделе ЗАГС нашего города представили статистику за первое полугодие, рассказали, сколько родилось малышей, какие имена чаще всего выбирают для новорожденных, а также сколько пары решили заключить брак или развестись. Статистика бракосочетаний за первое полугодие показала положительную динамику. С января в городе зарегистрировали свои отношения 178 пар, что на 13% больше аналогичного периода прошлого года. А вот число разводов сократилось на 8%. Распалось 148 семей. В День семьи, любви и верности брачный союз заключили 8 саровских пар и еще 15 за праздничную неделю. Люди конкретно хотели именно 8-го. Но в связи с тем, что это была пятница, многие еще 6 пар свой брачный союз оформили в субботу. В любом случае, эти два дня имеют отношение к данному празднику, поэтому я называю общую цифру, потому что и 8-го, и 9-го вся тематика была посвящена исключительно только, что вы счастливы, что ваш брачный союз заключается в этот прекрасный день, День семьи, любви и верности. Незначительно выросла смертность с 627 до 638 случаев, а вот рождаемость в этом году ощутимо сократилась. С января на свет появилось 275 малышей. За аналогичный период прошлого года в Сарове родилось 350 детей. На такую резкую разницу мог повлиять принцип экстерриториальности, который ввели в начале этого года. Теперь граждане могут регистрировать рождение детей в любом органе ЗАГС. Раньше этот принцип экстерриториальности действовал только в отношении государственной регистрации заключения брака. Поэтому это дает возможность получить не только, например, услугу как государственная регистрация, акт гражданского стояния, но и юридически значимые действия. Получить справки, подтверждающие факт данной государственной регистрации. Всего с января в Сарове родилось 144 мальчика и 131 девочка. Две семьи стали родителями двойняшек. Самыми популярными именами для мальчиков стали Артем, Михаил, Матвей и Дмитрий. Девочек чаще называли София, Виктория, Варвара и Дарья. Редкими именами называли. На сегодняшний день, конечно, мы рады, что называют Григорий, Василий. Но в нашем городе это считается редким имя, потому что один-два ребенка за данный период имеет это имя. Среди редких имен еще такие, как Оливия, Левадия, Веринея, Амелия, Демьян и Евдокия. Помещение историко-краеведческого центра истоки при Духовно-научном центре монастыря реставрируют карту XVIII века времен Екатерины II. На карту нанесены границы Саровской дачи, а также план построек монастыря того времени. При Духовно-научном центре Саровского монастыря началась работа по реставрации карты генерального межевания времен Екатерины II. Карта датирована примерно 1784 года. Около 40 лет назад карту подарили сотрудники Мордовского заповедника историческому объединению «Саровская пустынь». Реставрационную работу карты Саровской пустыни проводит начальник отдела реставрации Архива Российской академии наук Наталья Федоровна Поломарь. По словам реставратора, карту сохранить можно, но первоначального вида добиться будет невозможно, так как на карту попадала вода, плесень, есть и следы механических повреждений. Сейчас документ находится в руинированном состоянии. Бумага карты была наклеена на ткань. Ткань вся повреждена со следами биологического заражения, с дырками. Когда-то мышки грызли эту карту. Когда-то ее рвали, она была достаточно ветхая. На ней много заплаток, несколько слоев. На карте сохранилось несколько записей и символов. На документ XVIII века нанесены границы так называемой «Саровской дачи», а также план построек монастыря того времени. Карта уникальна своей ручной работой. Она состоит из отдельных фрагментов, которые составляют размеры карты – 6 на 3 метра. Сейчас реставрация карты находится на начальном этапе. Специалист удаляет ткань с бумаги, шпателем, сухим методом. Мочить карту или применять какие-то химические средства строго запрещено. Я сначала провожу фотофиксацию каждого отдельного участка. Делаю видеозапись общего состояния. Делаю схему, где какие участки находились. Я стараюсь сохранить всю информацию об этой карте максимально. Потом реставратор приступит к так называемому отдаленному увлажнению, чтобы расправить бумагу и делать ее ровной. После этого на специальной реставрационной бумаге специалист продублирует материал карты. На всю работу по восстановлению документа уйдет примерно один месяц. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова